Здравствуйте! В эфире телеканал Войтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Итак, Джо Байден, судя по всему, все-таки войдет в Белый дом вместе со своей командой, несмотря на все препоны и рогатки, которые ему ставит действующий президент. И, соответственно, с ним вместе, очевидно, в Белый дом зайдет его команда. Вот эту команду, точнее, ее прекрасную половину я бы хотел сегодня обсудить с политтехнологом Давидом Эдельманом. Давид, добрый вечер. Итак, женщины Джо Байдена. Это вице-президент Камала, это Хилари Клинтон, известная всем, ну и пресс-секретарь Госдепа, которую в свое время российская пропаганда рвала в клочья. В клочья это госпожа Псаки. Итак, кто они? Ну, я бы все-таки начал с первой леди. Первой леди, наверное, да. Все-таки госпожа Байден, учительница, которая на протяжении всей карьеры своего мужа продолжала преподавать, продолжала работать учительницей, несмотря даже в то время, когда он был вице-президентом. Ну, я понимаю, что вам это напоминает семейные истории. Ну, да. Ну, семейные истории мне напоминало, если бы я был вице-президентом, а моя жена учителем. Ну, вашей жене повезло чуть меньше. Да, мне повезло, поскольку она учитель, но вот, а я не вице-президент. Но, тем не менее. Итак, кто они, женщины Джо Байдена? Итак, первая Джил Байден. Знаете, был анекдот в первые же часы после объявления победы Байдена. Был анекдот, что Джо Байден сказал, что Миланя Трамп может остаться. Да. Да, но это, конечно, только анекдот. У Байдена есть любимая женщина Джил Байден и действительно очень интересная женщина. Почему? Потому что она будет очень своеобразной первой леди. Мы с вами делали передачу по поводу того, кто такой Джо Байден, и говорили о неуловимом Джо. Мы говорили тогда о том, что в жизни Байдена было несколько очень критических моментов. И, может быть, самым из них критический, после того, как он выиграл выборы в Сенат в 1972 году, через несколько недель, у него произошла трагедия. В автомобильную аварию попала машина его первой жены, Нелли Хантер. И в этой трагедии погибла жена, погибла дочь, и пострадали оба сына. Причем очень серьезно пострадали. Да. И они, в принципе, в детстве уже были на обезболивающих. И, собственно говоря, именно из-за этого один из них и пристратился к наркотикам. Так считается, во всяком случае. Еще вишенка на торте, то, что мы говорили в той программе, что Байден, уже будучи сенатором, ездил каждый день на поезде два с лишним часа из дома в Нью-Йорк и обратно. И на каком там, ни с эскортом, ни на какой наличной машине, которая ему не сам не наполагалась. И все знали, в какие часы он ездит. Да, и он устраивал там в вагоне встречу с избирателями. Да, и он устраивал в вагоне встречу с избирателями и говорил, ну вот, мы ни слова не сказали о второй жене. А вторая жена появилась в его жизни так. Он поехал в Пенсильванию, потому что он вообще-то годился в Пенсильвании. Поехал к родственникам. И во время визита там, в аэропорту, он встретился с 24-летней девушкой, молодой. И он заговорил, тут его двоюродный брат, по-моему, сказал, слушай, а хочешь я вас познакомлю? То есть они как-то сразу понравились друг другу. Байден говорил, что это была любовь с первого взгляда и для меня, и для нее. Она к тому времени уже была разведенной девушкой 24 года, потому что она вышла замуж 20, а вместе с мужем имела бар. У них не получилось, она развелась. А Джил, учительница русской, учительница английской литературы, которой предлагали стать женой сенатора, долго отказывалась. Она это говорила о разнице возрасте. У них аж 8 лет, понимаете? Кроме того, она сказала, ну вы понимаете, когда я типа увидела Байдена, я в этот момент встречалась с парнями в джинсах и рубашках на выбросках. А тут пришел на встречу человек в пиджаке, в джемпере строгом, в макосинах. И как-то я понял, что это как-то не из моей оперы, но потом она стала его жена, дальше она и стала воспитывать его детей. С одним у нее лучше были отношения, с другим хуже, с Бо, я имею в виду старшим, более хорошее отношение, с Хантером хуже. Но, самая интересная вещь, обычно жена сенатора, как и сам сенатор, быстро переезжает в Вашингтон и забывает о своем штате. А в данном случае не только Байден фуксировал между штатами это, но она продолжала работать с учительницей. Она уже работала в Вашингтоне учительницей, она продолжала работать с учительницей, потом они переехали. И она работала с учительницей все время, пока он был сенатором. И это не очень обычно, но это может быть. Но в 2008 году он пошел на выборы президента. Президентом стать не получилось, он стал вице-президентом. И она стала второй леди Белого дома, потому что жена вице-президента считается второй леди. Так вот, эта жена, это вторая леди Белого дома. Она по дороге на важные встречи, там с иностранными гостями и все остальное, она обычно проверяла домашние задания в машине. То есть она продолжала работать с учительницей? Она продолжала преподавать и в школе, и в академическом колледже и так далее. И она продолжала преподавать. Сейчас стал вопрос, а вот вы станете женой президента, вы наконец прекратите преподавать? Ну и возраст все-таки ей 69 лет, типа пора ей на пенсию. Она сказала, нет, я не могу прекратить, я буду продолжать преподавать. Ее спросили, как? Она сказала, понимаете, она написала, преподавание это не то, чем я занимаюсь. Преподавание это то, чем, что я есть. Вот это Джилл Байден. Это новая первая леди, которая будет действительно, я думаю, что большую часть уроков, особенно учитывая коронакризис и все остальное, она будет давать по Зуму. То есть из Белого дома, я думаю, что там найдутся огромное количество других слушателей, кроме ее учеников, и это будет очень популярно. Но ее спросили, какие темы она будет продвигать. Обычно первая леди продвигает какую-то свою тему. Ну, например, Хиллари Клинтон продвигала тему общественного здравоохранения. Правда, занималась тем всего год, больше не выдержала. Но Джилл сказал, я буду заниматься тем, что мне близко, это область образования. Между нами говоря, это самая серьезная проблема Соединенных Штатов Америки, это именно образование. Но она, по крайней мере, будет это продвигать профессионально. Да. Это самая серьезная проблема, потому что тот примитивизм, который у них иногда сталкивается, это одна вещь. Экономические кризисы у них были, чем вызваны, допустим, кризис 2008 года существовал. Это была американская мечта. Американская мечта поддерживалась дешевыми кредитами. Но рано или поздно кредиты надо возвращать. И американская мечта строилась на том, что каждое новое поколение будет зарабатывать больше, чем предыдущее. Что ты можешь набрать кредиты и на образование, и на дом, и на машину, и ты будешь хорошо зарабатывать. А потом выяснилось, что нет. И когда Обама пригласил к себе Стива Джобса, это первым ведь пытался вернуть рабочие места из Китая Обама. Он пригласил к себе Стива Джобса и сказал, слушай, я понимаю, что Китай вам дает кучу льгот. Если мы в Америке обсудим и дадим вам такие же льготы, как в Китае, готовы ли вы будете вернуть производство металла, мобилла и так далее? Ну, железо, как говорится. Да. Компьютерного железа, это США. На что Джобсон сказал, у нас нет на сегодняшний день такого количества образованных людей, которые мы можем поставить к станкам в Соединенных Штатах. То есть проблема с американским образованием, огромная проблема. То есть в Америке есть два типа, две системы образования. Это частные или элитарные школы, они не обязательно финансируются родителями, они могут финансироваться общинами или какими-то. Есть people school, общественные школы, и между ними пропасть. Но американское образование, которое во многом бессистемное, в многом хаотическое и так далее, оно даже на уровне общего израильского школьного образования как-то сильно-сильно проигрывает. Ну, и поэтому вопрос образования действительно то, что сегодня может быть главный вопрос Америки. Что будет продвигать Хиллари, которая вернется? Хиллари возвращают, ей 73 года, все-таки надо вспомнить. Ну, там такая команда в целом, не девочек. Ну, да, там, учитывая, что Хиллари, скорее всего, по разным публикациям будет назначена послом или постоянным представителем Соединенных Штатов Америки в ООН. Это такая почетная, но не очень важная, да? Ну, учитывая, допустим, что Натани Агу занимался этим в самом начале своей карьеры, а Хиллари будет заниматься в самом конце, это явно не то, и это не госсекретарь, которой она была при Обаме, а ей дают постоянного представителя в ООН. Скорее всего, семейству Клинтонов, будем говорить так, фонду, который они возглавляют, это нужно для того, чтобы продолжать держать международные контакты на том же уровне, которым они держат, потому что большую часть денег они собирают из-за границы, а не изнутри Америки. И это продолжать осуществлять международные контакты. Понятное дело, в тот момент, когда Хиллари Клинтон, которая сама по себе бывшая жена президента, много раз рассматривающая себя как кандидат президента, проигравшая Обаме, потом проигравшая Трампу. Но она бренд, она имя. И понятное дело, в ООН она никому не помешает, она не помешает государству и поможет собственному фонду. Которую возглавляет ее дочь и ее муж. Поговорим теперь о темной лошадке. Да простят меня политкорректные граждане. Я имею в виду вице-президента. Она темная лошадка как бы в прямом и в переносном смысле. Выходит из Ямала. То есть она идеальная модель современной Америки, да? Смотрите, я могу сказать очень многих страх, очень многих надежда, что Камала Харрис станет президентом. Учитывая возраст Байдена, а даже если он проживет два срока и закончит свое президентство 86 лет, то она и после этого может выставлять кандидатуру. Но все-таки больше учитывая возраст Байдена и то, что он никогда не был особенно здоровым человеком. Если меня попросить дать в трех словах определение Камалы, это девочка, которая везет. Это девочка, которая везет. В 2013 году она выиграла выборы на должность прокурора против республиканского кандидата, который был очень популярен. Опять-таки, как бывает, более серьезные люди не пошли на прокурора штата Калифорния, она выиграла с перевесом меньше одного процента. Там было 0,08, по-моему, что-то в этом роде. То есть считанные голоса. Она умудрилась выиграть это. Это действительно девочка, которая везет. Даже если взять ее раннюю биографию, она была всего за год до ее поступления в школу, она была первым годом, было решено, что черные могут учиться в белых школах, и их стали возить на этих автобусах, о чем мы говорили в передаче про Байдена, когда специальное смешивание, и Камала показывала свою фотографию. Но если бы она не окончила школу для белых, она бы не сделала той карьеры, которую она сделала. И так на протяжении всей ее карьеры ей везет. А, как говорил Наполеон, я доверяю только тем маршалам, которым везет. Она, ну, то есть везение, это очень важно. Нет, ну, еще обстоятельства, потому что действительно сейчас вот для современной Америки, вообще для современного мира, она, во-первых, женщина, во-вторых, у нее там, папа у нее темнокожий, или наоборот, а мама у нее с Индией, или наоборот, да, у нее есть два недостатка, на мой взгляд. То, что она не инвалид и не лесбиянка. У нее есть искупающие вещи. Она замужем за евреем. Это еще хуже, да. Она замужем за евреем, она праздновала, они повели свадьбу в синагоге, она разбила ритуальный стаканчик, все, что нужно. Но Геора она не принимала. Геора она не поняла, но она жертвовала деньги на Израиль. И у нее есть, уже сегодня выставили фотографии с ней, как смеются, потому что ей очень идет смех, их это, наверное, давно объяснили менеджмейкеры. Поэтому на большинстве фотографиях она смеется. Есть фотография, где она смеется с Лапидом, есть фотография, где она смеется с Натаньяго. Это смех у нее действительно очень заразительный. Выглядит она действительно очень сексапильной для политика, во всяком случае. Есть куча историй, на нее пытались нарыть, в том числе и сексуальную историю. Выступил бывший мэр Сан-Франциско, который там сказал, что когда-то у нее был роман, когда он был мэром, а она была стажеркой. Но если кто-то виноват в этом, то мэр, а не стажерка. Что он ее якобы продвигал вначале, но ее первая выбранная в должность, опять-таки, судя по его словам, через 10 лет после этого романа, ну и у кого у нас в молодости не были романы. Но у нее, с одной стороны, почему она не стала президентом? То есть она не стала кандидатом от Демократической партии. Как ни странно, из-за вот этого движения БЛМ в жизни черных имеет значение. Ну, во-первых, Камала Харрис не потомок рабов, как и Обама. То есть они не полноценные черные. А их предки не были в Америке рабами. Это первая вещь. А как это они узнали вообще? Что? Как узнали, что они не были рабами? Не, ну, они приезжие в недавнем прошлом, да. Это первая вещь. А вторая вещь, она коп. Причем она была очень строгим прокурором. Она была очень строгим прокурором, в том числе по отношению к чернокожим. Хотя был случай, который ей выставляют с противоположной, что она не утвердила смертную казнь, но она была очень строгим прокурором, в том числе по отношению к чернокожим преступным. А копов не любят нигде. Да, и это ей вспоминали, выставляли, но она очень хороший юрист. И это один из больших ее плюсов. Опять-таки, учитывая возраст Байдена, энергичный человек на втором месте, это именно то, что нужно. Ну и снова везение, то, что Байден сам себя загнал в ловушку, заявив, что у него вице-президентом будет женщина, а потом еще чернокожая, ну так она подходила лучше всех на эту роль. И не учитывая, ну во время гонки праймерис, они с Байденом сильно сталкивались. Она обвиняла Байдена. Он, кстати говоря, вот тут очень интересная вещь, когда в Америке говорят про метод Байдена, они говорят, что ему во всех его кампейнах, то есть 1972 года, было свойственно позитивный кампейн, то есть не обвиняющий оппонент. Это, то есть максимум, что от него можно было услышать в этом отношении, то, что он во время этих, при выборной кампании, сказал Трампу, мужик, ты когда-нибудь заткнешься, ну это максимум, да? А, так вот, Камала Харрис, ну и надо, наверное, сказать о самой большой любимице российской пропаганды, Джен Псаки. За что девушке досталось-то? За то, что имя? За то, что она Псаки? Я думаю, что звучание фамилии, прежде всего, то, что произносит Псаки вообще, это для... Что ж тогда, что ж тогда думают о Хасане Насрале? Ну, а почему-то Насралу они произносят как Насралах. А, для того, чтобы завуаливать. Да. Господа, по-настоящему он звучит Насрала. Да. Да, это на всякий случай. Да. Но как-то россиянам это не мешает. А Джен Псаки, она была пресс-секретарем Госдепа. А в пресс-секретаре есть американская система от выработки пресс-секретарей. Ну, я когда-то проходил курсы такие вот, которые вели американцы. Там одна вещь... Ты готовился в пресс-секретаре Госдепа? Нет, нет, нет. Для израильских вещей, но нас учили американцы. Есть вещь, которую они повторяют как мантру на любых курсах, на любых факультетах подготовки пресс-секретарей. Это звучит хорошо. Не бойтесь выглядеть идиотами. Не бойтесь. То есть, что такое пресс-секретарь? Пресс-секретарь – это человек, который пришел и должен что-то транслировать. Он транслирует то, что составил не только он, а целая группа, в основном группа референтов в Госдепе. А он это только транслирует. Его задача – ключевые сообщения повторить максимальное количество раз. Все. Если он при этом выглядит идиотом, но гвоздики забил, тогда все хорошо. Гвоздики ключевых сообщений, направленные на целевую аудиторию. Если он выглядит умным, но гвоздики не забил, все плохо. Так вот, она вышла один раз, у нее была действительно такая ошибка. Когда она вышла, она начала зачитывать текст и сказала, что на выборах в Донецке использовалась этот карусель. Ее спросили, что такое карусель. Ее спросили, что такое карусель. Поскольку в Америке карусель не используется на выборах, а что такое карусель. То есть термин карусель. Я просто объясню нашим зрителям, которые не знают. Карусель – это такая вещь. Есть… То есть это не то, на чем катаются. Да. Есть бюллетень, который заполняется. То есть не карточки. Нас голосуют при помощи листочков. А есть такая вещь, где надо поставить галочку возле той партии или того кандидата, который ты выбираешь. И каждому на избирательном участке дается такой лист бюллетня. И вот когда задача карусели такая. Тебе дают уже заполненный лист, чтобы не было риска, что ты обманешь. А ты должен вынести пустой. Тот, который тебе дали. То есть ты проголосовал заполненным, а вынес пустой. А твой, понятно, уже идет следующему. И карусель может кататься по городу, понятное дело, с этими листами и со всеми остальными. В Америке такого явления нет. И они не знают, что такое карусель. И Псаки не знал. Когда ее спросили, но может быть это не очень умно, выйти к публике, не зная слова в своем собственном тексте, ее спросили. Она сказала, я не знаю, референт написал, а я не знаю. На этом все начали хохотать тогда. После этого пошла полоса фейков, после этого знаменитых фейков. Но для CNN она не стала мемом. Для New York Times она не стала мемом. Даже для Fox News она не стала мемом. То есть я имею в виду правый американский. Она стала мемом только для российской прессы, которые начали придумывать, то есть глупости, которые она сказала, было недостаточно. начали придумывать о том, что она говорила, что американский шестой флот немедленно двинется к берегам Белоруссии, если Белоруссия вторгнется в Украину, и прочие, прочие, прочие вещи. Она всего этого не говорила. Но понимаете, вот этот задорновский принцип американцев тупые, он очень любим российской пропагандой. мне совершенно непонятно, если американцы такие тупые, чушь, вы постоянно о них говорите, и почему у вас настолько ниже воловой национальный продукт, если американцы такие тупые. Но ПСАКИ стала для российской пропаганды просто такой символом тупости. Раз ее хорошо, оставим в покое российскую пропаганду, раз ее снова приглашают в Белый дом, то очевидно на что-то себя представляют. Нет, тут все гораздо проще. Когда приходит новый президент на другой партии, в Америке 5000 чиновников пакуют чемоданы, и 5000 чиновников въезжают на новой должности. Опять-таки, в Америке, в отличие от многих других стран, допустим, того же Израиля, что такое Израиль? Работает команда, ведет тебя к выборам. Ты потом приходишь в министерство, можешь максимум с собой взять пять человек в министерстве. А в КНЕС трех человек, а на каком-то другом ведомстве у тебя очень маленькое количество людей, которых ты можешь поменять. В Америке начальник, президент, его министры, они приходят со своей командой. А кто такая команда? Команды это те, кто работали в штабе. Ты работал в штабе, у тебя получилось, это не только победа президента, это еще и твоя победа. И Джен Псаки, она работала в штабе Байдена, и она сегодня отвечает на вопросы прессы, допустим, она объясняет сегодняшнее ее объяснение о том, чем чревато то, что Трамп не хочет отдавать эти полномочия и так далее. Это чревато тем, чем это по-настоящему. Вот сегодня Псаки объяснила. Это чревато тем, что, во-первых, в Америке, когда идет процесс формирования администрации, на это выделяется бюджет. Понятно, что сейчас это не будет, и это будет мешать формировать администрации, потому что оно должно формироваться не за частные пожертвования, за государственные, а как ты будешь формировать, если тебе на это, извините, бюджета нет. Бюджет ничего не работает. Вторая вещь, для того, чтобы формировать все остальное, нужно получать информацию. информацию, которая не в прессе, а, допустим, информация спецслужб, которую нужно иметь, для того, чтобы что-то делать. нормальная передача длинная, да? Но, поскольку Трамп бойкотирует передачу, то есть, при любом другом исходе, варианте, уже сейчас бы, мы бы знали, кто, куда, что, и так далее, уже бы шел по полной программе процесс передачи власти. Первый раз в истории Америки проигравший кандидат устраивает такие демарши, причем, сегодня уже понятно, ради чего он их устраивает, это я вижу, что вы посмотрите на время, я последнее, что скажу. Он не для того, чтобы выиграть суды, это их устраивает. У Трампа, который выставлял себя миллиардерами, десятью миллиардами, нету десяти миллиардов. Более того, если бы он когда-то положил отцовское состояние в банк, то у него было бы больше, чем у него есть сегодня. Но, просто по проценту, да? Или вложил бы в ценные бумаги. У Трампа есть специализация. Трамп самопрезентер. Он никогда не раскручивал собственные бизнесы, не строил. Он раскручивал себя и продавал себя как торговую марку. То, что он сегодня делает, он разводит лохов на идею. Он объявил, что ему нужны деньги для того, чтобы выиграть в судах. Надо собрать под это 60 миллионов. Уже сегодня, опять-таки, на тех же листках, где это пишется, мелкими буквами написано, на что пойдут деньги. То есть, сначала, первые там, столько-то денег идут на погашение долгов избирательной компании, чтобы они не висели на Трампе, а чтобы их погасили лохи, которые сейчас пойдут финансировать у нас, украли победу. После этого, на финансирование республиканского комитета, и так далее. Трамп уже сейчас собирает деньги на будущее. И, кстати, понятно сейчас уже, почему его так не любил Fox News, который был его любимым каналом во время всего президента, но вдруг во время выборов именно корреспондент Fox News с ним вел себя хуже всего, и он вел. И Fox News первым объявил о победе Байдена. Почему? У Трампа он уже немедленно объявил, что он собирается создать республиканский канал, конкурирующий Fox News. Это уже было в истории? Сам Fox News так создали? Ну, да, но дело в том, что еще в 2016 году, как известные сниги, Вудворда и сниги, Вольфа и так далее, Трамп не намеревался стать президентом, он пускался на праймерис для самораскрутки и чтобы это использовать дальше в своих бизнесах. Когда он вдруг выиграл на праймерис, он обещал Мелании, что он не будет президентом, у него нет шансов, но он всем говорил, мы будем звездами, мы будем говорить, что у нас украли выборы, и мы создадим новый канал. То есть идея создать канал конкурирующий Fox News у него была еще в 2016 году. Сейчас он вернулся, и понятно, что Fox News это не нравится. И это очень понятно. Ну что ж, в ближайшее время мы увидим развязку этой трагикомедии, и как бы тогда будет понятно все-таки, кто войдет в Белый дом. Давид Эльман, политтехнолог, спасибо большое, а мы, дорогие друзья, переходим к следующей теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова